Девушки отдыхают Ну вот смотри, Ром, Марине 50 лет Как ты оцениваешь то, как она выглядит? Только, пожалуйста, откровенно, без обид Хорошо, Марина? Постараюсь У Марины отличное лицо, очень светлые глаза И даже морщинки, которые есть вокруг глаз Они указывают на то, что вы любите улыбаться Значит, глаза у вас светятся И нужно делать на это акцент А вы при помощи мешковатого фасона платья Бесформенного жакета И невыразительной прически Вы только подчеркиваете свой возраст Для начала разберемся, чего нельзя делать Первое, что бросается в глаза Перламутр, который просвечивается через яркий розовый цвет Он подчеркивает фактуру губ Все морщинки, которые есть на губах Они есть даже у молодых женщин И таким образом подчеркивают все морщинки вокруг рта Всю фактуру кожи Какие-то пятнышки на коже Я называю этот оттенок фуксия-убийца Потому что Более человека ненавистнического оттенка У губной помады тяжелее найти Первое правило, которое мы должны усвоить Выбирая помаду в возрасте после 40 Выбирайте более матовые Либо сдержанный блеск И в целом у меня здесь есть в запасе Шкаф среднестатистической украинской женщины После 40 лет Наверняка многие из зала найдут фиолетовый цвет И какую-либо брессировку Либо жабо Есть у меня фиолетовый, а что нельзя? На самом деле вот такой темно-фиолетовый цвет В сочетании со всякими жабо Он всех старит Даже молодых девушек Он не добавляет свежести Точно так же, как и темные оттенки бордового Бордовый цвет хорош для молодой свежей девушки В возрасте он всегда добавляет возраста Он подчеркивает пятна на коже Он подчеркивает морщины Вот, кстати, еще один крайне негативный пример Но здесь следует обратить внимание на лямки Зона подмышки Самая проблемная в возрасте после 40 И поэтому ее чересчур открывать не следует Это не значит, что все время нужно ходить с длинным рукавом Есть варианты фасонов Которые могут одновременно открыть руку в летнюю жару Но при этом скрыть проблему А вот в запасе здесь была вот такая вот маечка Нежного цвета При этом, видите, руки полностью открыты Но вот этот декор, он закрывает проблемную зону При этом, обращаем внимание на цвет Светлый, мягкий, пастельный оттенок Они всех освежают Для лета это то, что нужно Вам нравится, Марина? Симпатичная И Марине бы пошло, да? Да, конечно же Тем более, когда на коже закрепится немного загара Когда цвет будет светлее, чем цвет кожи Будет смотреться просто отлично Еще на что следует обратить внимание Как правило, женщины после 40 Все-таки жалуются на небольшое количество лишнего веса Для того, чтобы вернуть силуэту визуальную стройность Нужно добавить ему графичности То есть линии, формирующие силуэт Должны быть более выражены Более строй А, вот это конкретный пример Полностью жакет, простроенный на прямых линиях Опять же, светлый цвет И при этом нужно понимать, что холодные цвета Они всегда визуально объект уменьшают То есть в красном платье я больше, чем в синим? Да, визуально больше Хорошо И относительно светлых оттенков это тоже работает Если вы выбираете жакет, выбирая между розовым и голубым Если вы хотите казаться стройнее, делайте ставку на голубой А насколько обтягивающей может быть одежда? Ну, скажем, приталенной в таком вот уже возрасте? Одежда должна быть обтягивающей настолько Чтобы она не образовывала горизонтальных складок Ага Все остальное допустимо Если возникает горизонтальная складка на животе, это уже плохо Вот эффект сосиски И обращайте внимание, что если в молодости мы можем себе позволить силуэты в форме фонарика То есть широкий верх, заканчивающийся резинкой на поясе Ну да То с возрастом лучше выбирать расходящиеся вниз формы Таким образом можно скрыть и животик, можно скорректировать форму бедер Кстати, юбка Длину макси, особенно в трикотажном варианте, я бы не рекомендовал Лучше подойдет длина, либо чуть-чуть прикрывающая колено, если ноги уже склонны к полноте Либо же, если у нас форма ноги позволяет, и женщина привыкла носить каблучок Можно даже чуть-чуть выше колена Лучше выбирать юбку в форме трапеции То есть свободно Которая расширяется внизу Да, которая расширяется снизу Длиной разобрались И очень распространенная ошибка Считается, что горох всегда стройнит, всегда молодит Но при этом нужно понимать, что горох гороху рознь Вот два совершенно разных гороха Вот этот горох чересчур крупный Перегружен декором Который будет только подчеркивать недостатки Только мелкий рисунок создает оптический эффект стройности Он как бы убивает объем Силуэт становится визуально более плоским Значит, выбираем вам какое платье из этих двух нравится Голубое О, Марина правильно усваивает уроки Ромы И в целом, если говорить о пестрых рисунках У нас женщины после 40 любят пестрые рисунки Вот пример платья на нашей героине У меня в шкафу здесь есть другой приличный вариант Тоже летний, нарядный в этом стиле Издалека видно Да, есть вот такой вот вариант В стиле ивановского сица Пестрый рисунок может быть лучшим другом женщины после 40 Потому что он работает как горох Он убирает объем Он всегда стройнит Но стройнит тот пестрый рисунок Который выдержан в холодной цветовой гамме Это чередование синего, фиолетового, бирюзового Холодного зеленого, изумрудного цветов Ну, в сочетании с белым Теплые, к сожалению, объема могут добавлять То есть вот этот вот ситец Если бы он был голубого цвета, он бы стройнил Но в розовом варианте он не может стройнить Понятно То есть от чего-то все-таки приходится отказываться с возрастом Хороший вкус это всегда умение вовремя от чего-то отказаться Итак, вкратце резюмируем Первое Отказываемся от бордового и темно-фиолетового Эти цвета всех встарят Второе Для того, чтобы теряющему формы силуэту сообщить былую стройность Придерживаемся графичных силуэтов Четкие линии, четкий крой, акцент на талии Третье Если мы хотим добавить что-то веселенькое Можем взять пестрый какой-то принт Но при этом он должен быть выдержан в холодных цветах Вот, собственно, три основные правила Которых нужно придерживаться женщинам после сорока Ну и главная цветовая гамма Уходим постепенно от тяжелых театральных цветов К более легким, более романтичным Они всегда и всех освежают Марин, а аксессуары? Бусики, браслетики вы носите? Ну, люблю, да Ром, что нам делать? У нас есть еще такой архетип в сознании Что женщина после сорока должна носить крупное золото Чтобы, если это кулон, это не меньше десяти грамм Цепочка в два пальца толщиной Да, женщинам в возрасте идут крупные украшения Но только в контексте вечернего образа Не как дневной наряд Нет ничего менее сочетаемого Чем какая-то летняя блуза с люрексом На которую сверху надели золотое украшение Так, а что ты посоветуешь из бижутерии? Я посоветую, во-первых, избегать такого типа бижутерию В таких пестрых сочетаниях, когда камешки разного размера и разных цветов Это всегда смотрится чересчур перегружено Особенно, если женщина в возрасте Нужно понимать, что все фактурные вещи подчеркивают фактуру кожи Но при этом менее фактурный жемчуг На все времена Он, наоборот, освежает, омолаживает Поэтому все аристократки в возрасте носили жемчуг Британская королева носит жемчуг Спасибо, Ром, за советы Но мне кажется, Марина, все это выслушав, очень хочет почувствовать на себе Что может в результате получиться Давай ты ею займешься Хорошо, Марина, прошу Сколько ты лет обещаешь Мариночке убрать? Ну, 10-15 точно уберем Мы будем ждать Рому и Марину Потому что нам очень интересно узнать, что же из этого получится Ведь так важно уметь правильно одеться И всегда иметь рядом тех людей, которые могут этим восхититься Не пропустите А вы помните нашу героиню Марину? Ей 50 Хочется выглядеть моложе и чувствовать себя счастливой После общения с нашим стилистом и экспертом Ромой Медным Произошло волшебное преображение И вы сейчас это увидите Встречайте Марину! Марина! Класс! На, Мариночка! Красавица! Смотрите, какая вы стали! Марин, знаете, вот я когда вас увидела Такую обновленную У меня как-то слово вспыхнуло просто Это весна! Вы мне весну напомнили! Спасибо вам! Спасибо вам большое! Спасибо вам большое! За такую красоту! А что вы подумали, когда увидели себя в зеркале? Я подумала, что я помолодела на 15 лет Да! АПЛОДИСМЕНТЫ Марине 35 Вы согласны? АПЛОДИСМЕНТЫ Даже 18 А мужчины? Это вообще! Мужчины говорят правду В душе теперь всегда будет 18 Ром, ну спасибо тебе огромное! Спасибо! Спасибо всем! Что ты сделал? Ну, во-первых, те советы, о которых мы говорили в самом начале Это холодная гамма, это пестрая расцветка, графичный силуэт, платье с запахом Оно сообщает всегда стройности, при этом акцентирует на талии Длина, как мы говорили, не макси, а до колена, чуть-чуть закрывая колено И при этом, что самое важное преображение, это прическа Гладкие волосы всегда освежают Если вы чувствуете, что у вас не очень хороший овал лица, выбирайте стрижку чуть подлиннее Если у вас овал лица еще сохранился, вы можете поднять волосы чуть выше, но при этом это гладкая фактура должна быть А гладкие всегда сбрасывают лет пять минимум Ну и плюс, мы сделали более контрастный макияж, акцент на глаза, для того, чтобы они приобрели форму При помощи ресницы, при помощи легкой стрелки Просто великолепный результат! АПЛОДИСМЕНТЫ Как говорит моя подруга, настоящий мужчина никогда не помнит, сколько женщине лет, но точно знает, когда у нее день рождения А мужчина, который не помнит, когда у женщины день рождения, но точно знает, сколько ей лет, это ее муж У души нет паспорта, оставайтесь всегда молодыми, красивыми, счастливыми АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Ютуб! Подписываемся на наш канал и будете самыми стильными и самыми красивыми! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ